Смерть генсеков всегда была тяжелой утратой для советского человека. Люди переживали и думали, кто же займет пост уже умершего генсека. Всем привет, с вами канал История Мира. Сегодня мы вам расскажем от чего и как умирали советские вожди. Приятного просмотра. Первый вошл страны Советов, Владимир Ленин, пережил ряд инсультов. Первый превратил 52-летнего Ильича в инвалида, третий убил. Незадолго перед смертью Ильича осенью 1923 года состоялось секретное заседание Политбюро, на котором Сталин сообщил, что здоровье Ленина ухудшилось и возможен летальный исход. После чего Сталин объявил, что существует предложение подвергнуть тело Ильича бальзамированию. Жена Ленина, Надежда Крупская, была против бальзамирования, но несмотря на протесты ближайших родственников Ленина, его тело было забальзамировано и выставлено на Красную площадь в Мавзолее. Проститься с первым вождем пришло очень много людей, которые не сдерживали эмоции и слез. После смерти Ленина СССР возглавил Иосиф Сталин. Иосиф Виссарионович управлял страной 29 лет, но и он не был вечен. 5 марта 1953 года, 21 час 50 минут, Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния мозг. В стране был объявлен четырехдневный траур. Тело Сталина было выставлено в колонном зале Дома Союза. Во время церемонии прощания на Трубной площади произошла давка. По самым скромным подсчетам, в ней погибло не менее 2000 человек. Вскоре забальзамированное тело Сталина было помещено на всеобщее обозрение Мавзолей Ленина, который в 1953-1961 номиновался Мавзолей Ленина и Сталина. Тело вождя народа находилось в Мавзолей до октября 1961 года. В 1961 году в Москве прошел 22-й съезд КПСС. На нем было принято постановление о выносе забальзамированного тела Сталина из Мавзолея. Ту же ночь тело Иосифа Виссарионовича было погребено в могиле у Кремлевской стене. Командиру отдельного полка специального назначения комендатуры московского Кремля Коневу было приказано в столярной мастерской сделать из хорошей сухой древесины гроб. Древесину обтянули черным и красным крепом, так что выглядел гроб очень неплохо и даже богато. От комендатуры Кремля было выделено 6 солдат для рытья могил и 8 офицеров для того, чтобы опустить гроб с телом в могилу. Маскировку обеспечивал начальник хозяйственного дела комендатуры Кремля, полковник Тарасов. Он закрыл фанерой правую и левую сторону за Мавзолеем, чтобы место работы ниоткуда не просматривалось. В то же время в мастерской арсенала изготовили широкую белую ленту с буквами Ленин. Ею надо было закрыть на Мавзолея надпись «Ленин Сталин», пока ее не заменят. А утром следующего дня главный идеолог Михаил Суслов сообщил делегатам 22-го съезда, что решения съезда притворены в жизнь. В сентябре 1953-го первым секретарем ЦК КПСС избрали Хрущева. Черное и белое сочеталось с Никитикой Сергеевичем Хрущевым причудливым. Он обещал советскому народу за несколько лет догнать и перегнать Америку. Увы, это свое обещание он не выполнил. Зато при нем в 1955-м году был создан военный блок. При нем же была построена Берлинская стена, ставшая символом противостояния социализма и капитализма. А к его крупным достижениям можно отнести выдачу паспортов колхозникам, массовое жилижное строительство, достижения СССР в области науки и техники, первая в мире атомная электростанция, первый спутник, первый космонавт, освоение 30 миллион гектар целины Земли. Как бы там ни было, в 1964-м Хрущев был смещен со своего поста. С этого времени его имя ни разу не упоминалось в советской печати. Семь последних лет жизни Никиты Сергеевича держали под домашним арестом. Умер опальный пенсионер в 1971 году, в возрасте 77 лет. Хоронили Хрущева в режиме строжайшей секретности. Никаких толп скорбящих, никаких некрологов. Те же, кто знал, что Хрущев умер и смог добраться до кладбища, ждала бумажка на воротах. Сегодня кладбище закрыто. Санитарный день. Надежность понимания этого объявления гарантировали милицейские оцепления, солдаты и бронетранспортеры. Сразу же после смерти Хрущева сотрудники КГБ старались стереть последние признаки его политической деятельности. Все мемуары и записи уничтожены. Дачу, где он провел последние годы жизни, снесли. Чиновники боялись, что когда-нибудь придет в голову строить там музей. Даже Новодевичье кладбище решили сделать закрытым. Заменил Хрущева на посту генсека ЦК КПСС Леонид Брежнев. Рекорд Сталина он не побил, но правил долго, 18 лет. Так что к концу срока правления Брежнев стал разваливаться, буквально на глазах всей страны. А 11 ноября 1982 года советские СМИ официально сообщили о кончине Леонида Ильича. На самом деле генсек умер во сне, на своей подмосковной даче, утром 10 ноября. Однако почти сутки официально об этом не сообщалось. Хотя о том, что случилось что-то экстра кардинарное, граждане стали догадываться еще днем 10 ноября. Внезапно стала корректироваться сетка телевещания, из которой вдруг исчезли развлекательные передачи. Вечером по окончанию передач Диктор ТВ обычно зачитывал программу на завтра. А в этот день он неожиданно просто попрощался с своими зрителями. Главой комиссии по организации похорон стал Юрий Андропов. Так родилась народная примета. Следующим главой СССР становится тот, кто возглавлял похороны предшественника. 11 ноября гроб с телом Брежнева погрузили на артиллерийский лафет в сопровождении почетного экскорта из солдат московского гарнизона, генералов и адмиралов, несших на красных подушечках многочисленные награды покойного. Лафет с гробом двинулись на Красную площадь. Здесь уже находились шеренги военнослужащих гарнизона и других участников парада. Руководители Советского государства стояли на трибуне Мавзолея Ленина. После речи Стрембуды Мавзолея члены комиссии по организации похорон на руках перенесли гроб к могиле у Кремлевской стены. После прощания родных гроб был опущен в могилу. В момент захоронения на 5 минут была остановлена работа всех предприятий и организации СССР. Весь водный и железнодорожный транспорт, а также заводы и фабрики дали трехминутный салют гудками. Траур по Брежневу прошел и в 1982 году у страны появился новый лидер. Не юный, но достаточно активный, бывший руководитель КГБ Юрий Андропов. Андропов энергично приступил к корректировке курса развития страны Советов, реформированию власти. Увы, о том, что новый генсек тяжелоболен в стране знали немногие. Тем более, что Андропов не давал повода к беспокойству. Он энергично приступил к корректировке курса, реформированию власти и заручился симпатиями общества. Но уже с лета 1983 состояние генсека резко ухудшилось. В августе 1983 он поступил в центральный клинический госпиталь на западе Москвы и провел там весь остаток своей жизни до самой смерти. Важнейшие государственные совещания переносятся в больницу. В конце января 1984 здоровье Андропова резко ухудшилось. В связи с ростом интоксикации крови он порой впадал в бессознательное состояние. Развязка наступила 9 февраля 1984 года. Андропов умер из-за отказа почек. По официальному медицинскому заключению Андропов страдал от нескольких заболеваний нефрита, нефросклероза, гипертонии и сахарного диабета, которые были усугублены хронической почечной недостаточностью. После смерти Андропова в СССР был объявлен 4-дневный траур. Процедура прощания с Андроповым повторяла процедуру прощания с Брежневым. Колонны зал Дома Союза, артиллерийский лафет и могилу Кремлевской стены. Юрия Андропова похоронили 12 февраля 1984 года. Андропова сменил на посту главы государства Константин Черненко. На момент прихода к власти новому генсеку ЦК КПСС Черненко было 72 года. И состояние его здоровья было чрезвычайно плохим. Если сказать точнее, он был неизлечимо болен. Правил Константин Устинович еще меньше Андропова, 13 месяцев. Запомнился Черненко лишь попытка реабилитации Сталина. Борьбой с идеологически невыдержанными музыкальными коллективами и восстановление в партии 94-летнего Вячеслава Молотова. Трауры похорона Черненко прошли быстро и формально. С напряженным интересом люди ждали, кто станет главой комиссии по организации похорон. Вскоре стало известно, что им назначен 54-летний Михаил Горбачев. Константин Черненко был похоронен на Красной площади 13 марта в 13 часов, став последним, кто упокоился в Некрополе у Кремлевской стены. Прощание с ним прошло по схеме, к которому приручили еще похороны Брежнева. Прощание в колонном зале, поездка на Лафете, гудки и последний парад войск. Вот так умирали и так прощались с вождями Советского Союза. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok